Сегодня в Белгороде завершился международный конкурс исполнителей на народных инструментах Кубок Белогории, организованный Министерством культуры России и при поддержке Благотворительного фонда искусства, наука и спорта Лишера Усманова. Об итогах конкурса, новых именах и музыкальных открытиях спросим гостя студии. Сегодня это председатель жюри конкурса Кубок Белогории, народный артист России, профессор, заведующий кафедрой баяна и аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных Фридрих Липс. Фридрих Робертович, здравствуйте. Добрый день. Ну, только перечисляя ваши регалии, я уже понял, что вас вообще очень сложно чем-нибудь удивить. Но все-таки расскажите, конкурс в этом году чем-нибудь порадовал? Вы знаете, совершенно необычная форма была, потому что самое лучшее, это когда мы живем, слушаем ребят на конкурсах. В основном все конкурсы сейчас идут онлайн, все сидят дома, жюри дома, смотрят записи и так далее. Белгородчане придумали новую форму. Они пригласили жюри, и мы все вместе слушаем как бы вот на концерте, но все-таки записи. Все-таки запись была, да? Все-таки запись, да. И поэтому, несмотря на то, что огромное количество участников было, по-моему, 170, что ли, Боян, Добра, Балайка, ансамбли, тем не менее, мне кажется, жюри удалось выявить целый ряд талантливых ребят, которые в перспективе могут стать, ну, какими-то хорошими исполнителями на нашем концертном небосклоне. Угу. Фридрих Робертович, ну я же правильно понимаю, что помимо конкурсной программы были еще организованы и мастер-классы, семинары, брифинги, какие-то фестивальные концерты? Да, да, да. Вот на одном из таких концертов, посвященных наследию Астара Пьетцолы, наша съемочная группа побывала. Давайте вместе посмотрим сюжет и в студию вернемся. Хорошо. Астар Пьетцолу прочно связал свое имя с понятием танго, хотя, по сути, он обогатил видение этого элемента традиционной аргентинской культуры. Он добавил в него элементы классики, современности и даже джаза. В его музыке можно найти все – радость, тоску, печаль, горе. Давайте сами в этом убедимся. Звучит самое знаменитое произведение композитора «Либертанго» в переводе с испанского «Танго свободы». Исполняет известный во всем мире квартет Пьетцола студия. Это первый коллектив, который стал выступать с музыкой легендарного аргентинца после его смерти в 1992 году. На родине в Аргентине его называли «Астор Великий». И при жизни никто не смел конкурировать с самим Пьетцолой. Инициатором создания такого ансамбля стал народный артист России Фридрих Липс. Мы впервые выступили после смерти Пьетцолы. Вообще при жизни он ведь сам себя только играл. Никто его не играл, почти нот не было и так далее. Мы решили, что все-таки надо продолжать играть его музыку. И 3 сентября 1993 года мы выступили впервые в Малом зале консерватории в Москве. Сначала публика приняла очень остороженно, а потом не отпускала со сцены. За фортепьяно сын Фридриха Липса, Святослав. Музыкант в четвертом поколении. Молодой виртуоз, соединяющий в своем творчестве и техническое совершенство, и глубокое осмысление. Маэстро черно-белых клавиш уверен, это не просто музыка, это сама жизнь, наполненная яркими эмоциями и впечатлениями, где многое зависит от исполнителя. Музыка вызывает такой бурю эмоций, такой подъем творческий, что ее равнодушно играть не получается. Исполнение танго 45 сол это в принципе импровизационная музыка, и поэтому каждый из нас вкладывает элементы импровизации. Это не просто написанные ноты, где мы исполняем, не отходя от текста, а каждый раз что-то привносим в свое. Звуки баяна в компании виолончели и фортепиано под пронзительную игру скрипки заворожили всех. Полтора часа пролетели на одном дыхании и для зрителей, и для музыкантов. Когда исполняешь его музыку, то, не знаю, оказываешься, что ли, чуть выше, ну, по крайней мере, не на земле, это точно. Думать о технологии невозможно. Ну, невозможно, потому что иначе не будет того полета, не будет того вдохновения. Это первый раз с момента начала пандемии, когда коллектив снова выступает вживую перед публикой. Квартет надеется, что вскоре коронавирус уступит музыке, и они будут, как и прежде, собирать полные залы. Ирина Подзолкова, Евгений Титов. Такой день на мире Белогорья. Ну вот, Фридрих Робертович, мы так для себя с огромной радостью вообще обнаружили этот концерт в программе. Вообще, Астра Пьицола – это мой любимый композитор, и я с огромным удовольствием его сейчас послушал. Очень люблю его времена года в Буэнос-Айресе. И расскажите, вот что вообще общего между русской народной музыкой и такой неродной, казалось бы, для нее аргентинской? Я должен сказать, что русская народная музыка – это все-таки русская музыка берет истоки из народа. Это известные песни народные, какие-то танцы и так далее. Хотя, конечно, где-то когда-то у всех песен был свой автор. Но тогда еще не был нотный, так сказать, грамотный, никто не записывал. Что касается аргентинского танго, то это музыка ненародная, это просто танец, ритм народный. И Астра Пьицола соединил ритмы румбы и самбы с европейским танго. И теперь мы слушаем. Понимаете, он ведь поднял танго из танцевального зала на уровень сцены. И теперь мы танго не столько танцуем, мы его слушаем. А что касается общности, мне кажется, и там, и там колоссальная искренность. И в русской музыке народной, и в аргентинском танго колоссальная ритмика и экспрессия. Вот это, мне кажется, их объединяет. Такая непередаваемая пронзительность. Абсолютно. Ну вот скажите, конкурс же как спортивное состязание, он входит во всероссийскую систему отбора исполнителей. На баяне и аккордеоне чемпион России, чемпион мира. Причем для участия уже в крупных международных конкурсах Кубок мира и Трофеи мира. Расскажите, конкуренция велика была? Дело в том, что Кубок мира и Трофеи мира организовываются международной ассоциацией. Которая является, ну она как бы при ЮНЕСКО. А наш конкурс, скажем, тот же Белгородский, он выявляет талантливых ребят. И мы можем дать им направление, как бы рекомендацию на эти конкурсы. Они проходят каждый раз в разных странах. Ну вот скажите, как вы могли бы оценить Белгородскую исполнительскую школу? Ну, белгородчане вообще замечательно готовят музыкантов, баянистов, аккордеонистов. У нас ведь в Академии Гнезденых немало ваших студентов из Белгорода. То есть белгородцы у вас, да? Конечно, и у меня в классе учились замечательные, скажем, Саша Богатырев. Он сейчас в ансамбле песни и пляски имени Александрова работает. Замечательный баянист. Ну и, слушая ребят вот сейчас, белгородчан из Старого Оскола, из других городов, я удовлетворен очень работой педагогов. Когда ребята играют хорошо, когда у них программа сделана, когда там вроде бы, ну, все на месте, это говорит о том, что здесь хорошая баянная аккордеонная школа. Ну что ж, это очень приятно слышать, но все-таки музыку лучше услышать именно саму музыку, а не отзывы о ней. Обычно в кустах бывает рояль. У нас сегодня в кустах два аккордеона в студии. Это ребята Олег Шевченко и Денис Курганский. Они как раз двое участников этого конкурса. И, Фридрих Робертович, насколько мне сказали, от их исполнения даже у вас захватывало дух. Это правда? Ну, они у меня еще на мастер-классе играли, и поэтому мы там кое-что с интересом поработали. Ну, а на конкурсе я их услышал. По-моему, я им поставил высший балл. Отлично! Ребят, что вы нам исполните? Мы исполним вам обработку песни казаков вариации на тему братьев-покрас. Прошу. Ребят, что вы нам исполнили? Ребят, что вы нам исполнили? Спасибо. Так внезапно, признаться, честно, неожиданно. Вы знаете, ребята, такая интересная мелодия, такая задорная. У нас даже операторы за камерами приплясывали. Фридрих Робертович, давайте все-таки небольшой секрет откроем, ведь ребята уже стали победителями Кубка Белогории, это так? Да, но я не хотел говорить, но... Ну, давайте это я сказал. Наверное, уже объявили. Все, тайна снята. Парни, расскажите, чем вам удалось вот так впечатлить Маэстро, что он поставил вам высший балл. В чем секрет вашего успеха? Наверное, качественной игрой. Всего лишь? Мы добавлялись из этих результатов работы не только нашей, но и коллективной, музыкальной школы, преподавателя, родителей. Вот упорный труд преподавателей, вас и родителей, действительно привел вас к такому результату. Я вас поздравляю, я желаю вам вместе с Фридрих Робертовичем дальнейших творческих успехов, как бы штамповано это не выглядело, но тем не менее, вам действительно нужны новые вершины, новые победы, и уверен, вы их добьетесь. Фридрих Робертович, спасибо большое, спасибо вам, ребята, что вы сегодня были гостями нашей студии Кубок Белогория и его победители на мире Белогория в программе «Такой день».